сегодня 16 июля 2019 год записываю вам видео из японии живу в японии вот уже больше 10 лет вообще занимаюсь японии с 1995 года работала в москве японской русской компании а тесно сейчас в японии преподавала русский язык и английский как вы относитесь если вы поможете кому-то качественно изменить вашу жизнь скажем познакомили вы свою подругу с каким-то своим знакомым она вышла за него замуж и они очень счастливо живут вы смотрите счастье и думаете ну зачем же я познакомилась за так строю такую счастливую жизнь думаете ли вы так я заметила что я лично очень много раз помогала качественно ну как мне кажется качественно изменить жизнь людям даже специально какую-то ставила цель то есть обучала много людей людей владения японским студентом работала преподавателем английского языка обучала много студентов английскому языку и это могу качественно изменить их жизнь если это открывает сразу много людей бывает во многих путешествиях читать на английском чтоб не могу узнавать так же здесь в японии я обучала много хэш к музыке так же могли поехать на олимпиаду что-то узнали но качественно изменили свою жизнь так что ну вот у меня был японцем я заметила научу участие сингтону подвесу то есть когда я работала японской компанией в Москве которая занималась продажей японских товаров электроники на территории СНГ и хотела получить рекомендательное письмо от одного из советов японцев и они старательно избегали со мной встречи то есть так мне не удалось получить рекомендательное письмо ну никакой рекомендации потому что это могло бы ну увеличить мои шансы получить следующую хорошую работу вообще поехать в Японию и получить работу в Японии в японской компании так что мне в рекомендации был отказ хотя мне было на тот момент всего лишь 24 года я была молоденькая и почему бы со знанием английского языка и уже кандидат исторических наук закончил МКУ почему бы мне не помочь да устроить свою карьеру ну нет но все равно я оказалась в Японии ушла замуж и ну опять же повторюсь я в своей жизни всегда всегда всех переводила на новый уровень жизни ахайо гузаимас кауаю на нокаду с ней кауая 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 там вообще много денег просто из того что понравилось этот мой супруг тоже частенько мне отдалил просто большую крупную сумму денег но его устраивало если я утратила эти деньги на на какие-то азартные игры или шла покупать различные вкусности и полнила потом или покупала какие-то матки и предметы гардероба вот ну если я пыталась стала эти деньги на потратить на свое образование на увеличение своего круга общения продвижение свое то сразу же финансовый поток прекратился то есть если замечено что вы на какие-то там деньги заработанные вами японии или полученные подарок если замечено что вы способны на них качественно сменить свою жизнь жизнь окружающих то вам их перестанут давать правдами и неправдами постараются их у вас каким-то образом выманить сделать так чтобы вы их потратили поскорее только чтобы качественное изменение революционного изменения жизни не происходило не знаю с чем это связано может быть у них такие политики что они монополизировали вот это вот качественное изменение жизни они только обеспечиваются какими-то политическими партиями скажем или чиновниками по-моему простой человек должен бежать тратить эти деньги полученные вот как о талантах взрывать в землю их тратить ну никак не вкладывать не просто вкладывать чтобы они увеличились а на эти таланты на эти деньги братья качественные изменения революционные изменения постоянно постоянно вместо просто мобильника постоянно получать смартфон новый новый то есть революционные качественные изменения жизни сразу на много позиций то есть такое развитие не эволюционные постепенно а прям революционное развитие понимаете о чем я говорю вот это вот случилось со мной когда тоже мой супруг он купил мне смартфон в 2010 и айпад думаю что это какие-то игрушки или просто новая версия мобильника ну а сам он себе тоже я это очень ценю что он своей супруге все покупал а себе купил только в 2016 году когда он понял что это не просто новая форма мобильника а это вообще смартфон это революционное изменение жизни это можно стать блогером можно записывать вот такие вот трансляции интервью влиять на общественную жизнь хайюгозаймас вот то есть совершенно качественные изменения жизни то у нас начались разногласия то есть он стал переживать что он купил мне технологическую революцию которая может изменить кардинальным образом то есть я могу не только сообщать все людям зрителям но и даже получать на это средства то есть сделать это своей работой зарабатывать вот и влиять на массы зрителей вот у нас начались разогласия он стал мне этот смартфон забирать и не давать мне снимать в общем начались сколки у нас ну а как вы относитесь вот к таким моментам готовы ли вы просто за внимание там или за цветы взять и помочь человеку так качественно изменить свою жизнь помочь ему овладеть иностранным языком или вот да помочь ему купить смартфон и стать блогером просто поддержать человека сказать давай давай учись и он пойдет и выучиться на кого-то я уже не говорю про то как дать денег на образование чтоб человек пошел вот и закончил новое образование получил работу и качественно изменил свою жизнь как вы к надписиться так как вы Продолжение следует...